Матч, который посетила наша съемочная группа, проходил между гумельской командой и фаворитами турнира представительницами специального спортивного класса средней школы номер 16, которых тренирует Надежда Васильевна Рудаковская. В этой команде есть несколько девочек 2002 года рождения, а так как турнир ограничивается 2003 годом рождения, то подопечные Рудаковской выступали вне конкурса. Но не глядя на отсутствие призов для этой команды, участие в турнире девчонкам пойдет на пользу, так как юным талантам необходимо проверять свое мастерство в играх и развивать свой немалый, как мы увидели, потенциал. Подбор очень неплохой, остается только лишь хорошо работать и здоровье девочкам, потому что от здоровья очень многое зависит. А так мы работаем в хорошем режиме, у нас есть соревновательная практика, поэтому самое главное, чтобы было желание у детей и у их родителей. Одна из волейболисток, чей потенциал вызывает зависть у всех представителей волейбольных центров Белоруссии Екатерина Ситник. Уже сейчас видно, что эта девчонка при хорошем тренинге достигнет больших успехов, ну и конечно первичное желание самой девушки играть в волейбол, любовь Кати к спорту. Мне очень нравятся тренировки, и я хочу быть хорошей волейболисткой, стать, попасть в молодежную сборную, какую-нибудь команду хорошую. Хорошая команда – это, конечно же, «Жемчужная Полесье». И верим, через 2-3 года Екатерина уже будет претендовать на место для начала в дублирующем составе нашего профессионального клуба. Кстати, уже сейчас наши «Жемчужники» показывают образчики профессионализма, например, в плане тактики. Мы с этими командами встречались на детской лиге, так что мы знаем, какие они слабые, сильные, и мы знали своего соперника и били слабую точку. Достигли успеха в нашей девушке и в таком компоненте волейбола, как психологическая подготовка, настроена на игру, так сказать. Мы настраивались на игру, у нас был такой план – мы должны занять первое место, выиграть всех. Кстати, соперница «Мазарианок» в этом матче, команда из «Дюшор» Гомель-Стеклов в конкурсной программе заняла первое место, чем порадовала как себя, так и своего тренера Наталью Еленичну Петрушенко. Приняли хорошо, с удовольствием приехала. Дети у меня 2003-2004 год рождения. Получаем опыт игровой. Знакомимся, так сказать, с другими командами, с коллективом тренерским общаемся. Но получают дети опыт и я тоже как тренер. Девчата из «Гомеля» очень старались, показывали симпатичный волейбол. Если у них где-то и не получалось, так не беда. С опытом ошибок станет меньше, а хороших действий побед побольше. Мы хотим хорошо научиться играть, мы хотим быть уверены в себе. Мы учимся пока, а потом будем уже хорошо играть и будем всех побеждать. Юные волейболистки любят свой вид спорта, стараются, прогрессируют. Я пришла в волейбол, потому что я вот, когда первый раз его увидела, мне он понравился. Сейчас я занимаюсь волейболом, потому что мне нравится. Я достигла как бы большего, чем раньше было. Переинство «Гомельчанкам» удалось взять за счет победы 2-1 над Мозорской командой и средней школы номер 9. Стало быть серебряными медалистками этого соревнования. Соревнования проходит по 2003-2004 году. Больше упор я ставлю на 4-й, так как у меня в специализированном классе только три девочки 2003 года обучения. Здесь у меня идет более подготовка к детской лиге, где мы в первом туре немного упустили свой шанс и надеемся, что второй и третий тур гораздо лучше выступим. Как водится, девчонки волнуются перед выступлением, но затем выходят на площадку и играют. Мы немного волнуемся, но и хорошо играем. Девочки этого класса, занимаясь с сентября, достигли внушительного прогресса в своей игре. Их уже в какой-то степени можно назвать мастеровитыми волейболистками. Я научилась хорошо подавать подачу с лицевой, кистевые удары у меня сильные и принимать. В завершение добавим, что третье место заняла еще одна гомельская команда. На четвертом месте представительница Минска. Ну а наши жемчужинки скоро продолжат выступление. В республиканском многоэтапном турнире детская лига и уже на следующей неделе с 16 по 18 апреля команда Елены Ивановны Мудрагели выступит в Новополоске, где постарается сыграть как можно лучше. АПЛОДИСМЕНТЫ